Ни разу за весь роман никто не икает. Ни разу за весь роман никто не икает, как издатели отказывались печатать Мобидика, Великого Годзби, Лолиту и Гарри Поттера. Журнал «Коммерсант» «Уикенд» номер 14 от 26 апреля 2019 года, СТР. 12. Повелителям ух отказались печатать 20 издательств, дневник Анны Франк минус 15, Гарри Поттера 12, уловку 22-22. Да что там даже по направлению к Свану удалось издать только с четвертого раза, а Лолиту со шестого. Ужасные цифры, но еще ужаснее были сопроводительные слова, редко издательство отказывало себе в удовольствии объяснить писателю, чем плох его рукопись. Публикуем самые обидные письма издателей, упустивших свой шанс. Не можем не спросить, это обязательно должен быть Кит. Для такого восхитительного, пусть и несколько таинственного сюжета мы бы рекомендовали антагониста с более привычным для юных читателей обликом. Например, не мог бы Капитан бороться с молодыми и, возможно, сладострастными девами. Бентли. Амперсант. Сан. Герман Милвил Мобидик роман о схватке человека с дикой природой. Будущий великий американский роман Герману Милвил в 1850 году отправил в одно из старейших английских издательств. Бентли. Амперсант. Сан. Знаменитое, в частности, тем, что там начинал Чарльз Диккенс. Рукопись Мобидика отверг главный редактор издательства Питер Д. Бентли, не увидевший в ней коммерческого потенциала. Через год и десяток отказов в других издательствах Милвил еще раз прислал Мобидика в Бентли. Амперсант. Сан. Но на этот раз книга попала к брату Питера Ричарду Бентли, который согласился выпустить ее без сладострастных дев, но заставил Милвил оплатить часть расходов на печать. Понять не могу, зачем парню нужно 30 страниц, чтобы описать, как он переворачивается в постели перед сном. Эдишнс Галимард. Гастон Галимар Марсель Пруст по направлению к Свану первую часть цикла «В поисках утраченного времени», будущий эталон модернистской прозы, отказались печатать три крупных французских издательства, в том числе и самое прогрессивное. Эдишнс Галимард. Так что по направлению к Свану Пруст в 1913 году издал на свои деньги. Впрочем, к началу работы над второй частью Свана. Галимард. Одумалась и заключилась с писателем контракт. Под сенью девушек в цвету стал одним из главных бестселлеров 1919 года и принес Прусту Ганкуровскую премию. Существуя в одном экземпляре, имея одну пару глаз и одну жизнь, я не могу читать ваши рукописи по несколько раз. Даже один раз не могу. Одного взгляда, одного взгляда вполне достаточно. Едва ли один экземпляру удастся продать. Едва ли один. Гертруда Стайн. Нежные кнопки. Поэтический сборник «Нежные кнопки», который критики назовут литературным эквивалентом кубизма и с которого начнется Слава Стайн как одной из главных героиней американского модернизма, в 1912 году отказался издавать десяток английских и американских издательств. В 1914 году Стайн, победив снобизм по отношению к популярным женским журналам, отправила кнопки в издательство Cosmopolitan и неожиданно для себя получила контракт. Сборник был издан тиражом всего в тысячу экземпляров, но для истории этого оказалось достаточно бредовой и скучно. Бессмыслица. Penguin Books. Уильям Голдинг. Повелитель мух. Такой отзыв на свой дебютный роман получил Уильям Голдинг в одном из крупнейших английских издательств. Penguin Books. В общей сложности повелителю мух в 1953 году отказали 20 раз. Потенциал будущего Нобелевского лауреата оценили только на следующий гортве. Fever. Ampersand. Fever. Издательстве. Знаменитом своей любовью к сложным авторам, среди которых были Один, Паунт и Джойс. Голдинг. Голдинг, по воспоминаниям, отправил им рукопись без особой надежды на ответ, но издательство предложило ему контракт, потребовав лишь убрать из романа несколько страниц с особенно красочными описаниями ядерной войны. Троцкистский посыл не убеждает. Ваши свиньи гораздо умнее, чем другие животные, и, следовательно, лучше всего подходит для управления двором на самом деле без них вообще никакого двора бы не было. Получается, что проблема не в недостатке коммунизма, а в недостатке патриотически настроенных свиней. Fever. Ampersand. Fever. Thomas Stenseliot. George Arroyo Scott Nidward. Аллегорическую повесть о преданной революции будущую классику антисоветской литературы в 1944 году по очереди отказались печатать четыре британских издательства. Публикация откровенной сатиры на союзника по антигитлеровской коалиции представлялась политически несвоевременной, и рукопись даже была включена Министерством информации Великобритании в список нежелательной литературы. Скотный двор еще малоизвестного Аруэлла, 1984 выйдет только пять лет спустя, в итоге взяло издательство. Secker and Warburg, но без особого риска. Концу лета 1945 года, когда повесть была опубликована, отношения между СССР и Великобританией ее уже трещали по швам. Автору не поможет даже психиатр. Не печатать. Random House Джеймс Баллард «Автокатастрофа» такой формулировкой в 1973 году аттестовали один из важнейших романов английской послевоенной прозы редактора американского издательства. Random House История о людях, испытывающих сексуальное возбуждение при виде автокатастроф, оказалась для них слишком радикальной. Баллард, впервые рискнувший отправить рукопись в крупное издательство, расстраиваться не стал и напечатал роман в небольшом издательском доме. Jonathan Gabe Который по иронии Random House Выкупит спустя 15 лет. В 1996 году по автокатастрофе поставят одноименный фильм Дэвид Краненберг и уже официально сделает из балларды американского поп-героя. Несерьезное каникулярное чтение, которое не будет продаваться. Macmillan Publishers Кеннет Грэм «Ветер в ивах» По воспоминаниям Грэма, прежде чем приключения водяной крысы, крота, господина Барсука и мистера Жаба сделали из него одного из самых знаменитых детских писателей века. Как минимум три издательства в 1907 году вернули ему рукопись, сославшись на то, что сказки о говорящих животных не достает героизма и размаха. «Ветер в ивах» в итоге издали Чарльз Скребнес Санс, открывшие в свое время Генри Джеймса и Эдди Туартон. Книга с тех пор переиздавалась более ста раз, а среди ее поклонников отец Виннипуха Алан Милн, 26-й президент США Теодор Рузвельт и режиссер Гелермо Дель Торо, с 2003 года работающий над экранизацией «Ветра». Понимаете ли вы, милочка, что вы первый американский писатель, рискнувший высмеять секс? Чарльз Скребнес Санс Анита Луз «Джентльмены предпочитают блондинок» Такой комментарий в 1925 году получила Анита Луз от одного из самых уважаемых издательств в США, Чарльз Скребнес Санс, отказавшегося печатать ее сатирический роман о похождениях двух предприимчивых подружек, охотящихся на богатых женихов. Луз, к этому моменту уже находившаяся в статусе звезды и феминистской иконы в 1915 году она стала первой женщиной в Голливуде, которой был предложен официальный контракт сценариста, не растерялась и отнесла рукопись к главным конкурентам. Чарльз Скребнес Санс Бони Амперсанд Леверайт В издательстве, публиковавшем первые книги Драйзера и Шервуда Андерсона, к рукописи отнеслись с большим вниманием и не прогадали. Весь тираж был продан за неделю, пресса называла ее новым Фицджеральдом, в 1949 году по книге поставили мюзикл на Бродве, а в 1953 году ее экранизировал Говард Холкс с Мэрилин Монро в главной роли. Не имею ни малейшего представления о том, что этот человек пытается сказать. Кажется, он имеет в виду быть смешным. Саймон Амперсанд Шестер Джозеф Хеллер уловка 22. Один из важнейших американских романов о Второй мировой по иронии получил 21 отказ, прежде чем в 1961 году оказался в издательстве. Саймон Амперсанд Шестер Рукопись попала на стол к вице-президенту Генре Саймону, который посчитал историю американских летчиков, мечтающих дезертировать с Западного фронта, оскорбительной и, что еще важнее, совершенно не смешной. За автора вступились четверо редакторов, раскрутившие издательство на рисковое предприятие, в начале войны во Вьетнаме издать антимилитаристский роман и сразу подписать с Хеллером контракт еще на несколько книг. За следующие два года уловка была продана тиражом более одного миллиона экземпляров и получила номинацию на национальную книжную премию США. Девочка не обнаруживает какого-то особенного восприятия или чувства, которые делали бы книгу более чем просто любопытной. Alfred Day Дневник Анны Франк Первое англоязычное издание одной из главных, если не главной книги о Холокосте началось, мягко говоря, с конфуза. В 1950 году после издания дневника в Голландии и Франции от него в течение двух лет отказались 15 американских издательств. Книга в итоге вышла в 1952 году в издательстве Double Day, которая, впрочем, тоже сначала махнула на нее рукой рукопись с черновым английским переводом практически случайно обнаружила в корзине с мусором редактор Джудит Джонс. Стоит ли говорить, что издание тут же стало бестселлером предисловия для него писала бывшая первая леди США Элианна Рузвельт? Мы ищем романы, которые будут вдохновлять. Видят Бог, это то, что сейчас действительно нужно людям. Что им точно не нужно, так это рассказ не о кориде и полубезработных мужиках, которые слишком много пьют. Peacock and Peacock Эрнест Хемингу и Фиеста И восходит солнце Этот отказ в публикации одного из самых знаменитых романов Хемингуэя можно смело признать историческим. Именно благодаря ему в 1925 году начинающий автор Хемингуэя отправил Фиесту в Чарльз Скребнес Сэнс, где ее прочел редактор Фитцджеральда Максвилл Перкинс. Он же придумал для романа, с которого началось их почти 20-летнее сотрудничество и дружба с Хемингуэем, и рекламную кампанию, благодаря которой книга имела коммерческий успех. Мачистскую прозу Хемингуэя было решено выпускать несколькими малотиражными партиями, оформленными под женский роман, чтобы завоевать самую большую аудиторию. Фиеста вышла с женской фигурой в стиле Арнува на обложке и блестяще справилась с поставленной задачей. Дорога мистер Фалкнер, мы вынуждены вам отказать. Работа приличная, но мы были совершенно сбиты с толку частыми упоминаниями пива. Буквально в каждой сцене вы не ленитесь упоминать, с каким удовольствием все герои употребляют освежающее пиво. Даже если это не имеет отношения к сюжету. Похоже, у вас создалось впечатление. Что пиво «Уэнглин» поддержит ваш роман. Уверяем вас, это не так. Харкот Уильям Фалкнер «Шум и ярость» К отзыву издательства, выпускавшего Вирджинию Вульф, Томаса Стэнса Эллиотта и Синклера Льюиса, Фалкнер отнесся со всей серьезностью и выкинул из романа все упоминания злосчастного пива. Но обратно исправленную рукопись отправлять не стал. «Шум и ярость» вышла в 1929 году в независимом издательстве. Джонатан Кейп Ему Фалкнер останется верен в течение семи лет и выпустит здесь еще четыре романа, в том числе «Когда я умирала» и «Свет в августе». В этот раз нам придется вам отказать. Мы сочли рукопись слишком маленькой. Легким сквознячком из открытого окна ее сдуло со стола, и нам потребовалось несколько часов, чтобы обнаружить ее. Затем оказалось, что, чтобы разобрать в ней хоть одно слово, потребуется электронный микроскоп препятствия, которое, как мы считаем, наши читатели найдут излишне сложным и чрезвычайно раздражающим. Рандом Хаус Уже в статусе живой легенды соратника Мартина Лютера Кенга, борца за права гомосексуалов и автора скандальной комнаты Джованни. Все это крупнейший издательский дом не впечатлило. Болдуин получил довольно хамский отказ. Впрочем, долго искать новое издательство ему не пришлось. В следующий раз «Пожар» в том же 1963 году опубликовали в «Дайл Пресс». Мистер Абдайк, к сожалению, мы решили не публиковать вашу рукопись, так как считаем, что она слишком откровенно расходится с реальностью. Ни разу за весь роман никто не якает. Это чрезвычайно распространенное состояние, которое случается со всеми. И тем не менее ни один из так называемых героев вашего романа ни разу не страдает от этого. Random House Джон Абдайк, Кролик, Беги Редакторы одного из крупнейших американских издательств никогда не отказывали себе в удовольствии спародировать автора в письме с отказом в публикации. То же произошло и с самым знаменитым романом Абдайка. Гиперреалистичная манера письма и откровенное описание секса, впрочем, не устроили и Alfred Day, Nope, где роман был в итоге издан. Для первого издания Абдайку пришлось убрать самые вопиющие сцены. Сколько в общей сложности потеряла Random House Из-за остроумия своих сотрудников судить сложно, но в случае Абдайка потери были огромными. Роман после издания тут же был включен в список лучших книг ХХ века. Это не искусно выстроенный, не потенциально продаваемый и даже не просто хороший роман. Его иступленный и запутанный стиль прекрасно отражает лихорадочные путешествия поколений обидников. Но достаточно ли этого? Не думаю. Alfred Day, Nope, Joe Fox, Jack Kerouac в дороге. В 1955 году один из самых знаменитых американских редакторов, в будущем он будет работать с Труменом Капоти и Филиппом Ротом. Джо Фокс отказался публиковать дебютный роман Kerouac'а и чуть не лишил американскую литературу главной книги «Бит поколения». Мечтавший о сотрудничестве с Фоксом Kerouac после такого отказа решил и вовсе не публиковать свое произведение. Все изменило встречу с будущим президентом, Вайкинг Пресс, Томом Гинсбургом. Под его руководством Kerouac отредактировал черновый вариант дороги, и в 1957 году роман был опубликован. «Мы все отправимся в тюрьму, если это опубликовать». Вайкинг Пресс Владимир Набоков «Лолита» — скандальный роман Набокова в 1953 году по очереди, хоть и не без сожалений, отказались печатать все ведущее англоязычное издательство. Вайкинг Пресс Саймон Амперсанд Шестер Нью Дирекшнс Фарра Страус Джеру И Доблдей Так Лолита оказалась во французском издательстве Олимпиа Пресс Специализировавшимся на эротической литературе сомнительного качества, где и была издана в 1910. В 1955 году на английском языке Публикацию мало кто заметил, пока журналист The Sunday Times Грэм Грин не назвал «Лолиту» одной из лучших книг года. После этого в английской прессе началась полемика, по результатам которой британский хоум офис постановил изымать на границе все экземпляры книги. Коллеги британских офицеров с другой стороны Ла-Маньша тоже не сидели без дела и в 1956 году запретили переиздание книги во Франции, что тут же сделало из набокова настоящую звезду даже среди тех, кто литературой в жизни не интересовался. В США нездоровым интересом к книге воспользовалось издательство G.P. Putnam's Sons Лолита вышла в 1958 году и тут же установила рекорд впервые со времен унесенных ветром Тираж в 100 тысячах экземпляров был распродан за три недели. Получится сносная книжка, если избавиться от персонажа по имени Гэтсби Фрэнсис Скотт Фитцджеральд Великий Гэтсби Первый вариант Великого Гэтсби, ставшего впоследствии главной книгой ревущих 20-х, Фитцджеральд показал своему другу и редактору Максвеллу Перкинсу в 1923 году. Роман Перкинсу понравился, что, впрочем, не помешало ему тут же написать Фитцджеральду письмо размером с самого Гэтсби с перечнем необходимых правок. Редактура заняла два года, в течение которых коллеги Перкинса по Charles Scribner's Sons не раз пытались остановить публикацию. Фитцджеральд и Перкинс тем не менее считали, что у Гэтсби есть все шансы вернуть Фитцджеральду славу самого талантливого писателя поколения. Надежды не оправдались. Книга при выходе получила уничижительную прессу, а в американский канон вошла только спустя 30 лет. Забирай лекаре себе, у него нет никакого будущего. Джон Лекарри Шпион, пришедший с холода такую записку вместе с рукописью шпиона, пришедшего с холода получил в 1963 году редактор издательства. В издательстве, сделавшем себе состояние на публикации серии о Джеймсе Бонде, к шпионской истории отнеслись с интересом и в том же году выпустили роман, который станет началом одной из лучших литературных карьер в истории 20 века. После грандиозного успеха шпиона Лекарри, работавший разведчиком под дипломатическим прикрытием, уволился из MI6 и стал официальным летописцем темных интриг холодной войны, а его главный герой агент Джордж Смолли основным конкурентом Джеймса Бонда за народную любовь. Кажется, мисс Платт пишет о вещах просто потому, что эти вещи с ней случились и сами по себе вполне хороши для рассказа, даже если из них и не складывается роман. Совершенно невозможно почувствовать, однако, что замука доводит эту девушку до самоубийства. Альфредей. НОПФ Сильвия Платт под стеклянным колпаком публикация автобиографического романа Платт началась с отказа в издательстве. Альфредей. НОПФ Из-за деликатного содержания Платт, к этому моменту уже известная как поэт, отправила рукопись под псевдонимом и получила абсолютно разгромную рецензию. Впрочем, даже установив авторство, редакторы Альфредей. НОПФ Своего решения не изменили, но посоветовали ей небольшое английское издательство. Хайнеман Трепетную женскую прозу, по их мнению, стоило публиковать в Англии, а не США. На родине Платт под стеклянным колпаком будет опубликован только в 1971 году, спустя 8 лет после самоубийства автора. К сожалению, мы пришли к выводу, что роман не станет коммерчески успешным, и поэтому мы не можем его опубликовать. Харпер Коллинз Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» По словам Роулинг, это письмо с отказом в публикации от одного из самых уважаемых английских издательств было самым вежливым. Всего за два года она получила 12 писем, в которых редакторы издевались и над персонажами Гарри Поттера, и над ее писательскими амбициями. «Философский камень» был в итоге издан в 1997 году в издательстве «Блюмсбри Паблишинг» После того, как несколько глав из рукописи «Камня» прочла дочь исполнительного директора издательства и потребовала продолжения. С тех пор Роулинг не раз пытались переманить в более крупные издательские дома, но она осталась верна. Все книги из серии про Гарри Поттера вышли там. А письма с разными отказами от издательств она, уже став одной из самых богатых писательниц современности, В 2016 году выложила в Твиттер для поддержки молодых литераторов. «Мы не заинтересованы в мрачной фантастике. Она не продается». Стивен Кинг Керри Керри в 1974 году отвергла 30 издательств. После очередного отказа Кинг буквально выкинул черновик романа и решил забыть о писательской курьере. Из помойки рукопись достала его жена и в качестве последней меры заставила в его отправить жуткую историю о девочке со способностью к телекинезу в престижное издательство. «Даблдэй» — первое издание Конрада и Киплинга. Телеграмму, телефон Кинг и себе позволить не могли. От редактора Билла Тампсона и со словами Керри официально книга «Даблдэй» — аванс в 2,5 тысячи долларов подойдет. «Мои поздравления, дружище, у тебя впереди большое будущее». С любовью, Билл Кинг получил через неделю. После выхода романа, заключая контракт на переиздание, Кинг вписал в него Тампсона, разделив с ним гонорар в 400 тысяч долларов пополам. К концу года было продано больше миллиона экземпляров Керри, а Кинг стал самым знаменитым писателем Америки. С Тампсоном они дружат до сих пор. Поменять надо всего лишь слова и структуру предложений. Мне кажется, что человек, который не может выразить желаемое более чем одним набором слов и предложений, еще не осознал возможности английского языка. Рассказы в их нынешнем виде не только уничтожат нашу репутацию, но и поставят крест на вашей дальнейшей курьере. Грант Ричардс Лимитед Джеймс Джойс Дублинцы История публикации дебютного сборника рассказов Джеймса Джойса о жизни в Дублине начала. 20 Века растянулась на 9 лет и превратилась в кошмары для самого писателя, и для его издателя. Грант Ричардс Лимитед Приобрело права на публикацию в 1905 году, но тут же заморозило контракт. Главный редактор боялся печатать слишком откровенное описание женской и мужской анатомии и колкости в адрес короля Георга Ви. За следующие 9 лет Джойс 14 раз попытается сменить издателя, напишет письмо королю, успеет закончить работу над своим поэтическим сборником и в итоге не внесет ни одной правки в текст дублинцев. Рассказы в итоге будут опубликованы в 1914 году на варварских условиях. Согласно контракту, дублинцы вышли тиражом 1250 экземпляров, 120 из них был обязан выкупить Джойс, а авторские начисления он получил только после продажи 500 экземпляров. Продано было 499, зато один из них купил главный на тот момент поэт Ирландии Уильям Йейтс, который тут же сравнил молодого писателя с великими русскими прозаиками. В разгар нашей традиционной летней уборки рукописей я обнаружил три работы, которые вы присылали в качестве образцов. Искренне сожалеем, но ничего из этого нам не подходит. Рассказ о бомбежке Дрездена и статья «Сколько стоят золотые яйца» даже удостоились положительных отзывов, но ни то ни другое не дотягивает до публикации. The Atlantic Monthly Курт Ваннигут Бойня номер 5 – это письмо от редакции одного из самых влиятельных американских журналов, главного конкурента. The New Yorker Где печатались Марк Твен, Эрнест Хемингуэй и Мартин Лютеркинг, Ваннигут Абрамил, повесил над рабочим столом и признал главным двигателем его писательской карьеры. Автобиографический рассказ о бомбежке Дрездена, отклоненной в 1949 году. The Atlantic Monthly Стал основой для его самого знаменитого романа «Бойня номер 5», изданной спустя 20 лет, месяц продержавшейся в списке бестселлеров. The New York Times И внесенной в список лучших романов. 20 Века по версии Time Письмо с отказом из The Atlantic Monthly Кстати, теперь выставлено на общественное обозрение в 2011 году оно стало одним из главных экспонатов музея Ваннигута в Индианополисе. Есть просто плохие поэты. А есть поэты как Фрост. The Atlantic Monthly Роберт Фрост «Воля мальчика» еще одно пятно на репутации. The Atlantic Monthly Это рецензия на 28-летнего Роберта Фроста, которому журнал отказал в публикации стихов, часть из которых впоследствии вошла в его первый поэтический сборник «Воля мальчика». Другие американские издательства были не более благосклонны. «Воля мальчика», ставшую эталонной поэтической книгой для американской поэзии Хоховека, Фросту удалось издать только спустя 11 лет в 1913 году в Англии. Зато после этого о нем узнал Эзра Паунд, и с его участием книга была наконец выпущена на родине поэта. Вам лучше преподавать. Вы не умеете писать. Луиза Мэйл Котт «Маленькие женщины». Роман, ставший эталоном американского реализма, в 1867 году отказались печатать сразу несколько издательств подряд. Книга о жизни четырех сестер в американской провинции, да еще и написанная женщиной не под мужским псевдонимом, выглядела провальным предприятием. Рукопись маленьких женщин в итоге оказалась в издательстве. Робертс Брэдэс, чьи основатели сделали на ее издании не только состояние, но и репутацию одного из самых прогрессивных издательств в мире. После феноменального успеха женщин в Робертс Брэдэс, была открыта специальная серия, в которой издавались только женщины, а в 1880 году издательство первым в мире стало массово издавать биографии писательниц. Читайте также, 100 самых обидных отзывов критиков 25 самых странных оснований для запрета 12 произведений, ставших культовыми после провала. Еще больше великих писателей, которых не хотели печатать, в телеграм-канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова